Сигнал спутника Ямал-300К будет доступен в самом отдаленном уголке нашей необъятной страны, в том числе и на полуострове, давшем название космическому аппарату. Но перед этим Ямалу предстоят суровые испытания на Земле. Это раньше было, 20 лет назад, 30 лет назад. Изготовили спутник, на космодром запустили. Теперь изготовили спутник и его в термобарокамеру. И несколько десятков дней на него подается максимальное тепло, то, которое испытывают в космосе. Он максимально охлаждается до температур космоса. А все системы спутника работают в тех режимах, которые положены работать. С максимальной нагрузкой, минимальной нагрузкой, с проверкой всех систем. Ямал — синтез современных технологий. Негерметичный корпус из сотовых панелей. Это дает высокую прочность при небольшом весе. Внутри — силовая конструкция из композитов в виде трубы. Каркас солнечных батарей тоже из композиционных материалов, на которые установлены фотопреобразователи из арсенида галлия — современного материала для мощной энергетики спутника. Главное — комплекс для ретрансляции. Именно он предоставит жителям России и стран Содружества телекоммуникационные услуги. В то же время устройство космического аппарата позволяет перенацелить луч антенны в любую точку земного шара. На остроплате космического аппарата размещены датчики системы ориентации стабилизации. Это глаза спутника, которые позволяют спутнику ориентироваться в космическом пространстве и нацеливаться своей продольной осью на центр Земли. Ямал-300К — первая ласточка новой серии космических коммуникаторов. В отличие от предшественников, он будет трудиться на орбите не 10 лет, а 15. Вслед за ним в Железногорске построят еще одного его собрата — Ямал-401. 70% примерно ресурса нашей спутниковой системы связи Ямал используется для российских пользователей. Ну, для примера, 146 телевизионных каналов вещаются через наши спутники. И почти 7 тысяч станций спутниковой связи на территории России работают через наши спутники. Вскоре космический Ямал отправится на Байконур, где будет готовиться к запуску. Планируется, что в космос он полетит в последние дни этого лета.